После извержения вулкана была изобретена каменная вата, как средство теплоизоляции. Люди стали замечать, что сильный ветер взбивает лаву в шерстяные пучки. Вскоре стали появляться заводы по производству каменной ваты для утепления. Спрессованную каменную вату легко можно подогнать между перекрытиями. Она не только сохраняет тепло, но и служит как отличный изолятор звука. А вот и доказательство звукоизоляционных свойств. В коробку, обитую каменной ватой, помещают включенную сигнализацию. Когда крышка закрыта, звук не слышен. Но если ее поднять, раздражающий звук раздается снова. Каменную вату изготавливают из базальта и шлаков, который остается после производства стали. В качестве топлива используют кокс, который является разновидностью угля. Базальт – это застывшая лава, которая образуется, когда порода плавится глубоко под землей. Остывает она очень быстро. Камень измельчают на каменоломне. Экскаватор загружает его на просев, где большие камни отделяют от мелких. Каменную крошку прессуют в брикеты, из которых впоследствии, как из больших камней, будут делать каменную вату. Эти брикеты и камни смешивают с шлаком и в печи плавят до состояния лавы. Температура в печи такая же, как и в недрах вулкана – полторы тысячи градусов по Цельсию. Специальная машина выдувает тонкие струйки лавы, которые застывают в нити каменной ваты. Весь процесс напоминает изготовление сахарной ваты. Нити образуют пучки, и специальный закрепитель держит их вместе. К ним добавляют немного масла, чтобы сделать вату водоотталкивающей. Теперь каменная вата направляется по конвейеру на верхний уровень фабрики и попадает в огромный маятник. Маятник раскачивается туда и обратно, укладывая слои ваты зигзагом. Число слоев варьируется в зависимости от вида изоляции. Уложенная слоями вата проходит через валики, спрессовывается и становится плотной, как шерсть. Специальный аппарат подгибает края блоков с двух сторон, а вата отправляется в длинную печь. В ней нагревается закрепитель и скрепляет волокна, и таким образом они держат форму. Теперь блоки ваты охлаждают, и они проходят через ролики, которые сжимают их, делая волокна более эластичными. Циркулярные пилы разрезают движущуюся массу на блоки одинаковой длины. По мере продвижения блоков по конвейеру, станок печатает на поверхности название компании и цену. Робот-манипулятор направляет блоки на последнюю нарезку. Для нарезки блоков здесь используют не станок с остальными лезвиями, а струи воды под сильным напором. Струи очень точно выполняют свою работу, но не создают пыль и отходы. Каменная вата не впитывает воду. Большая плотность ваты и добавленное ранее масло делают ее водоотталкивающей. Чтобы продемонстрировать водоотталкивающие свойства ваты, на фабрике ее поливают водой. Вода не впитывается, а просто стекает. И еще один тест. Рабочий подносит пламя к вате. И она не загорается. Благодаря своим природным свойствам, каменная вата может переносить температуру до 1200 градусов по Цельсию. С обратной стороны она совсем холодная. После прохождения контроля качества теплоизолятор отправляется на упаковку. Рулон пластиковой упаковки растягивают и раскаленные ножницы отрезают и запечатывают один конец пакета. Аппарат держит другой конец пакета открытым и насаживает его на металлический желоб. В желоб попадает блок теплоизолятора. Желоб расширяется и каменная вата попадает в пакет. Желоб складывается обратно и процесс повторяется. Открытый.